Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие тех дней сегодня в эфире. Продолжается посещение делегаций Западной Армении различных районов и святых мест. Международная реакция на крайне жестокие действия азербайджанских вооруженных сил была не вполне достаточной. Омбусмен Республики Армения в рамках сессии ООН. Отрицание геноцида армии в Турции приобретает новое проявление. Для жителей Каринтак строится квартал для проживания. Исторические места Западной Армении – монастырь Чарик. Библия, опубликована в Венеции в 1733 году, была восстановлена. В Арцахе будут организованы литературные дни под названием голос жизни. Делегация Западной Армении посетила водопад Герлеви Керзанга – одно из уникальных природных чудес Западной Армении, а затем отправились в село Дерменли. В этом селе была найдена армянская церковь, на стенах которой сохранились армянские надписи. Оттуда наша делегация отправилась в различные населенные пункты провинции Дерсим, где было несколько полуразрушенных церковей. К сожалению, из-за нехватки времени не удалось осмотреть все армянские храмы, существование которых подтвердили местные жители. В различных населенных пунктах провинции Дерсим до сих пор существуют армянские церкви, названные в честь Евы Мария. Считаем необходимым отметить, что все эти церкви были построены на месте храма Божией Матери Анаит. В этот период там известно 18 подобных церковей. Также было много церковей, на основе которых были построены мечети. Во время миссии в Дерсиме нашей делегации остановились у скалы, которую местные жители называют глубокой резней. В 1915 году с вершины скалы были сброшены большое количество армян. Отсюда и произошло название. Следует отметить, что несколько лет назад на этом месте прошла церемония поминования жертв геноцида армян, на которой также присутствовал депутат парламента Западной Армении Миграм Паркич. Следующим пунктом поездки стала армянско-населенная провинция Хозад-Дерсиме, где наиболее промечательным является музей под открытым небом. В нем представлены картины, изобретающие резню в Дерсиме 1938 году, которые указывают на то, что погибшие люди были коренными жителями этого региона. Самым запоминающейся и впечатляющим в этот день был, пожалуй, посещение горных источников. Это святое место, где из груди скал исходят чистые источники, которые на самом деле символизируют молоко богини Анаит. Здесь присутствует такая энергетика, которую невозможно описать только словами. В этой святой воде исключена вся сила матери Анаит. Вечером депутаты и президент посетили офис армянской платформы Дерсима, где также присутствовали граждане Западной Армении Дерсима. В теплой атмосфере состоялся обмен мнениями, были заданы вопросы и получены ответы. Президент и премьер-министр Западной Армении выступили с речами. Западная Армения постоянно ведет проследовательную работу по военным преступлениям, совершенным в ходе 40-дневной Арцахской войны в 2020 году и после нее, о чем заявляют на ряды международных площадях различные высокопоставленные западноармянские деятели. Этого коснулась и правозащитница Кристина Григория, выступавшая с видеообращением с дискуссией к специальным докладам ООН по вопросу внесудебных, произвольных смертельных приговорах, составившихся в рамках сессии Совета по правам человека ООН. В самом послании защитник высоко оценила работу, проделанную специальным докладчиком, подчеркнув необходимость укрепления мандата докладчика и выделяя на дипломатических ресурсов Омбасме Республики Армения коснулась международной реакции во время военных действий в Арцахе в 2020 году. Завершая свое выступление, защитник подчеркнул необходимость более частных визитов специального докладчика в регион, отметив необходимость ознакомления ситуаций на местных как гарантию эффективного выполнения мандата. Политика отрицания геноцида армян в Турции продолжается на всех уровнях. Помимо государственной политики и пропаганды, политика отрицания перешла в область фондов. Ряд антиармянских структур объединились и создали фонд ТЕКАР – аббревиатура, означающая фонд, изучающий турецко-армянскую тему. Его главной целью была объявлена борьба против обвинения в геноциде армян. Первое общее собрание этого фонда, получившее новую регистрацию, состоится 25 июня. И таким образом, юридическая процедура формирования ТЕКАР будет завершена. Фонд также разработал план работы, в котором отмечается, что они хотят обеспечить правильную хронологическую исследовательность, представляя события со здоровым подходом. Естественно, их здоровый подход означает оправдание геноцида политики османского государства любой ценой. Западная Армения остается преданной своей ценности и продолжает борьбу как за признание геноцида, так и против его отрицания. В Аскеранском районе Республика Арцах в общине Норагюх строится жилой квартал для жителей Каринтака. Идут активные строительные работы. Работы начались в октябре 2021 году. Строится 145 особняков, рассказал главный специалист отдела капитального строительства Министерства градостроительства Арушан Хачатриан. По его словам, в этом году планируется завершить строительство 16 особняков. Напомним, что село Каринтак имело очень большое военное значение, как во время первой, так и во второй сорокадневной войны в Арцахе. За стратегическую позицию на этой территории противник в основном обеспечивал войска спецназа, против которых сражались храбрые армянские военнослужащие и добровольцы. Во время 40-дневной войны село Каринтак было оккупировано азербайджанцами, и жители были переселены в разные районы. Монастырь Чарик на расстоянии 7 километров к юго-востоку от райцентра. На левом берегу Шики-Шамко расположен один из самых православных монастырских комплексов Северного Арцаха. Монастырь, состоящий из церкови, протвора, партика, двухэтажных колокольней, часовники и подсобных построек. Отдельные разрушения были обнаружены еще в 1918 году. Надписи «Хачкар» были повреждены в середине 1918 года. В Западной Армении немало случаев, когда турки или другие представители коренных народов на армянских территориях наносят ущерб и меняют армянские культурные ценности. Цель их одна – страх оплаты. И это рано или поздно произойдет, о чем прекрасно знает турецкое руководство. В рамках сотрудничества Матынадарана именем Месропа Машноца и Матынадарана Вача Итамар Манукян, Святого Эджмиотина, периодически проводятся работы по восстановлению поврежденных книг, благодаря чему древние книги Матынадарана Святого Эджмиотина, спасающие от физического уничтожения. Из Матынадарана Вача Итамар Манукян сообщают, что благодаря соответствующей работе Библии Матынадарана Джмиотина, напечатанной в Венеции в 1733 году, была обновлена и обрела новую жизнь. Многолетнее сотрудничество дух Матынадарана продолжается. Совместное мероприятие запланировано и в ближайшем будущем. Напоминаем, что в 1850-х годах армяны-католики были представителями Ватикана в Османской империи, которые постоянно подверглись репрессиям со стороны султана за сохранение своей идентичности. С 26 июня по 2 июля в Степанакерте, столице Арцах и других регионах будут организованы литературные дни под названием «Голость жизни», в рамках которых пройдет также культурное мероприятие. Из Армении в Арцах приедут писатели и литературные критики, чтобы обменяться мыслями опытом. В рамках мероприятия будут организованы литературные вечера, выставки и концерты, беседы-встречи и лекции о современной литературе Арцаха. Открытие мероприятия состоится 27 июня, сказал руководитель Арцахского офиса Международного армянского союза «Образование и культура Авакян». В Арцахе проводится множество культурных и спортивных мероприятий, из которых можно им упомянуть футбольные матчи Конефа, в которых с честью участвовала и Западная Армения. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!